На моем участке около 96 кустов роз. Мои любимые это Дэвида Остина, остинки так называемые, английские розы. Сейчас уже почти не цветет, но посмотрите на почву покровной розы, как они великолепно еще выглядят. После заморозков очень серьезных у нас минус 4 один раз было и по минус 2, наверное, так, два раза. То есть после всех этих заморозков как красиво смотрится. Посмотрите, какая красивая глянцевая листва, практически без пятнышек, без каких-то. То есть почву покровной розы это одни из самых неприхотливых роз, если уже выращивать. Вот это сорт Hello, приветствует нас. Это лекатр сезон розовый. Дальше сорт Роди, но он менее как-то обильно цветет и всегда так. Сорт Роди. Альба Милайн Декор, я немножко туда забыла. Вот этот один из самых крупноцветковых почвопокровных роз. Обычно почвопокровные розы, у них вот такие цветочки, а у этого сорта очень крупные розы. Я даже там, ну мы ходим там, так видите, почвопокровную подняла на арматуру. И почвопокровные розы, если вот после этих заморозков не будет больше заморозков, то вот такими красивыми будут распускаться новые почки, новые бутоны, вернее. И еще будут довольно долго радовать они цветением. Поэтому, если кто-то хочет начинать работать с розами, сажайте сначала кустик почвопокровных роз. А там уже вот вторая стенка повыше роз. А там дальше ширма, на которой розы плетистые и клематисы. В цикле осенних работ подготовка роз к зимовке, это одна из самых трудоемких и больших по объему работ. Вот, а одна считается, одна из самых красивых роз в мире. И сейчас вот подмерзли, не скажешь даже об этом. Пьер де Рансар. А второе название у нее Эдем Роуз, то есть райская роза. Таким образом, намекая на то, что такие розы только в раю растут настолько красивые. Действительно очень красивые розы. Вот я вам говорила, посмотрите, злаки на зиму не обрезать. Это мискантусы. Здесь вот три сорта. Видите, как их смотрится симпатично? Вот они, я же говорю, колышутся на ветро, так в вине очень красиво. Поэтому я их не обрезаю. Все кругом обрезается, а они остаются в дизайне на всю зиму. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok